1 ноября симфонический оркестр Чувашской государственной капеллы примет участие в международном фестивале современной музыки «Московская осень». Этот престижный фестиваль проходит уже в 36-й раз. Подробности в нашем сюжете. Участие Чувашского симфонического оркестра капеллы в крупнейшем музыкальном форуме России началось еще в 2008 году. Тогда коллектив успешно выступил на 30-м международном фестивале современной музыки «Московская осень». Именно с того момента художественный руководитель и главный дирижер капеллы, народный артист России Марис Еклашкин, стал постоянным участником престижного фестиваля. Что после каждого выступления, должен сказать, состоятся обязательные круглые столы, где высказывается очень жестко. Там не жалеют и не смотрят на имя твое. Плохо – значит плохо. Если это хорошо – хорошо. Если это отлично – отлично. Но в нашем деле, так скажем, в мире искусства, в мире дирижирования, исполнительства, достичь совершенства абсолютно недопустимо. Недопустимо, говорю, потому что это невозможно. В репертуаре оркестра – произведения чувашских композиторов. Например, коллектив исполняет сочинение классика отечественной музыки Андрея Ишпая. Кстати, на фестивале «Московская осень-2011» состоялась премьера реминисценции для флейта и струнного оркестра, написанная композитором специально для нашего симфонического оркестра. Выбрали произведения, которые могут на сегодняшний день представить музыкальные сочинения композиторов Чуваши. И при том, это композиторы разных поколений по стилю, по духу, по пониманию, по мироощущению. Это разные совершенно композиторы разных лет. Я всегда считаю честь, долг мой перед чувашскими композиторами – их озвучивать, их исполнять, их вспоминать, что есть у нас крупные личности в чувашской музыкальной культуре. А кто, кроме нас, это сделает? Никто не сделает. Кто сыграет симфонию Геннадия Воробьева на сегодняшний день? Только мы сыграли. Кстати, услышать произведения Воробьева, Ишпая, Григорьева, Алексеева и многих других чувашских композиторов можно будет 19 ноября. Именно в этот день симфонический оркестр исполнит фрагменты их произведений для ценителей классической музыки нашей республики.